Здравствуйте, дорогие друзья! Прошу любить и жаловать наш дорогой друг и товарищ, представитель партии «Справедливая Россия Патриота за правду», экономист, писатель Михаил Делягин. Добрый день! Добрый день! Здравствуйте! Михаил Геннадьевич, нашумела история о том, что «Справедливая Россия» пытается снова ввести прогрессивную шкалу налогообложения, при этом есть откровенные вбросы, вместо того, чтобы сказать «Предлагается прогрессивная шкала», говорят «Вы хотите просто повысить налоги». Михаил Геннадьевич, что происходит? Какие вообще шансы, что какие-то шаги будут делаться в сторону здравомысля? Нет, я, честно говоря, не вижу таких шансов в настоящее время. Может быть, конечно, что-то изменится после послания президента или после выборов. Но в настоящее время я признаков нормализации государственного управления, перехода его от модели 90-х годов к развитию, я не вижу. Просто нет таких признаков. Понятно, что эти изменения должны происходить за пределами Думы, потому что Госдума выражает состояние общества, ну или состояние тех структур, которые управляют этим обществом. Но на сегодняшний день, ну да, это еще одна попытка введения прогрессивной шклы налогообложения. Потому что всегда мы разрабатываем эти законопроекты, всегда мы их уносим. Периодически это же делает КПРФ. Он даже ЛДПР это делал когда-то, я не уверен, но я вполне допускаю, что это тоже было. Но Единая Россия выражает волю либеральных представителей власти, которые говорят, что этой стране мы платить налоги не будем. Ну естественно, они ссылаются, показывают на других богатых. Они говорят, я не буду платить налоги. Богатые люди не будут платить эти налоги. При этом надо сказать, что в Швейцарии, во Франции, в Англии, в Америке эти же самые люди платят более высокие налоги, причем платят с огромным удовольствием. Причем не просто более высокие, а очень высокие. Ну скажем, в Швейцарии налоги 27%. На обычный средний доход. Это считается нормальным. В Германии налоги с обязательными страховками, которые платят верхняя часть среднего класса, не Абрамовича, а просто верхняя часть среднего класса. 53%. Ну правда, страховки покрывают почти все неприятности, которые могут произойти в жизни. Так что это того стоит, в отличие от нашей системы. Но, по крайней мере, богатые люди готовы платить значительно больше. Просто потому, что им есть что терять. В отличие от большинства населения, скажем, Российской Федерации. Кроме того, высокое обложение высоких доходов, оно еще стимулирует инвестиции. Потому что одно дело, когда я стою перед выбором купить, грубо говоря, Майбах и не иметь никаких проблем, кроме мелкого текущего ремонта. И, с другой стороны, купить, как бы, инвестировать в производство. Ну, купить мастерскую, купить оборудование на те же самые деньги. И иметь лютую головную боль и перспективу сесть в тюрьму. А другое дело, если мне будет значительно выгоднее вкладываться в развитие, вкладываться в производство, чем в непроизводительное потребление. И в этом, на самом деле, смысл высокого обложения личного дохода. Но для одичалых, имитаторов, которые делают вид, что управляют Российской Федерацией, это слишком сложно. Это не по силе. Знаете, я имел удовольствие внести законопроект, который показывает, что важнее для тех, кто голосует. Законопроекта принудительная девшеризация. Жизни наших солдат и офицеров и мирного населения или прибыли наших врагов. Но Единая Россия, отвергив этот закон, законопроекта, она дала совершенно однозначный ответ о своих приоритетах. Михаил Иванович, а вот эта история про очередные национализируемые, деприватизированные предприятия, когда прокуратура заявляет, что с грубейшими нарушениями приватизация в 90-х годах проводилась, и 20-30 лет этого никто не замечал, вот сейчас заметили. Это что такое? Ну, там же, на самом деле, говорится через запятую, о, как я понимаю, реальных причинах этого. И о том, что там говорилось, что управление этими предприятиями было выведено за границу и осуществлялось в интересах враждебных стран. То есть, как я понимаю, не просто деньги туда вывозились, но еще и управление осуществлялось так, что это вносило ущерб российскому военно-промышленному комплексу. Я могу предположить, что владелец предприятия предпочитали экспортировать продукцию за границу, а не отдавать предприятиям российского УПК. Значит, у российского УПК вырос спрос на феррорасплавы, а если они там производили, а производитель сказал, ребята, мы вам ничего не дадим, потому что нам выгоднее продавать это дело тем странам, которые, так сказать, пытаются вас убивать. При этом выяснилось, я думаю, что продавалось по заниженным ценам, то есть, продавалось и экспортировалось по ценам ниже тех цен, которые предлагали предприятия российского УПК. Это моя гипотеза. Потому что они там рассказывали, что они продавали не по заниженным ценам, а по рыночным ценам, что они продавали трейдер. Ну, стандартная схема. Я за две копейки продаю своему филиалу в Европе, а мой филиал в Европе уже продают по рыночным ценам, а филиал зарегистрирован в офшорке где-нибудь. Физически находится в Европе, зарегистрирован в офшорке, для того, чтобы не платить налоги в России. Но я думаю, что критическим стало то, что российский УПК оказался без необходимых феррорасплавов, а эти феррорасплавы уходили врагу. Я думаю, что причина вот такая. Потому что насчет нарушений при приватизации, понимаете, приватизация сознательно проводилась так, чтобы она вся была с нарушением. Это была государственная политика. Это была политика банды Чубайса. Чтобы все были на крючке. Чтобы все были на крючке. Чтобы как только Борис Николаевич Ельцин теряет власть, вместе с Борисом Николаевичем терял власть весь правящий класс олигархи. Сразу. Тереть свои активы. Это не только залоговые аукционы так проводились, но и огромная часть предприятий проводилась тоже. Есть, конечно, формальный вопрос, потому что там говорилось о том, что предприятия военно-промышленного комплекса должны были приватизироваться только по решению правительственной комиссии, а эти предприятия якобы не входили в список, который тогда был включен в военно-промышленный комплекс НОНО, если имели место факты саботажа в интересах Запада, то это уже мало кому интересно. И на самом деле меня-то напрягло в этой истории совершенно другое. Там несколько заводов, один из которых расположен, как говорится, недалеко от центра Челябинска, и сообщается, что с 1 марта в целях защиты экологии это предприятие будет закрыто. Владимир Владимирович туда приехал. А производства будут когда-нибудь развернуты где-нибудь еще. Это такой детский вопрос. Ребята, а вы вообще из флота выигрывать собираетесь? Если вы говорите, что предприятие оборонное, предприятие необходимо для обеспечения вооруженных сил. Это я все понимаю. А предприятие забирают участника, который использует, управляет им в интересах, так сказать, рождебных стран. Я тоже понимаю. А предприятие мы закрываем. Ребята, это вообще про что? Это про эффективность одичалых имитаторов или как? Ну, понятно, что на эти вопросы никто ничего, кроме ритуальных воплей «Все хорошо, прекрасная маркиза», «Не смейте клеветать на вооруженные силы Российской Федерации», мы не услышим. Да, получается очень неловко. Очень некрасиво. Почему же? С одной стороны, с точки зрения избирательной кампании, идеально. Смотрите, мы удовлетворяем запрос людей в социальной справедливости и в чистом воздухе. И при этом мы еще демонстрируем свой патриотизм. Михаил Иванович, ну, люди же не слепые и не совсем тупые, так как говорится. Путин приехал, на Челябинском чистое небо. Но уже на следующий день после его уезда небо опять все смогом затянуто. Ну, это же вопрос политической воли. Просите, реакции в социальных сетях. Владимир Владимирович, приезжайте почаще. Это же естественный реакция. Людей, сдававших... Ну, вообще звучит как сарказм. Почему? Знаете, я не могу говорить про Владимира Владимировича, потому что мало слежу, честно говоря, за его передвижениями. Но у меня был анекдот из жизни, когда я приехал в Норильску. И в эти два дня там шел дождь. И в Норильске Павликов всерьез обсуждал. Я не был тогда депутатом. Я был тогда просто человеком, кандидатом депутата. И в местных павликах всерьез высказывалась идея о том, что, значит, специально эти одичавые негодяи устроили дождь для того, чтобы приукрасить действительность. И давайте пусть он почаще приезжает, чтобы нам было чем дышать. Я не утрирую. Это были отдельные высказы. Их не было, так сказать, единый негодующий вопль на рельчах. Нет. Это были отдельные высказы. Простите, но они были. Они были. Это было 8 лет назад. Во 7,5. Понимаете, ЕГЭ уже тогда оказывало достаточно сильное влияние на общественное сознание. Жуткие вещи. Михаил Иванович, вот еще одна история про Государственную Думу, про принятие законов. Комитет по противодействию коррупции рекомендует законопроекта отклонить. Не голосуем, не голосуем. Я так понимаю, регулярно такие истории происходят? Нет, регулярно. Когда законопроект правильный, соответствует потребностям России, интересам народа России, но противоречит интересам, так сказать, безумных олигархов. Потому что на моих глазах три члена правительства, два из них в публичном Государственном Думе. На вопрос, что вы такие глупости-то творите, отвечали. Но нам же олигархи сказали. Ну и правда, почему предприниматель не зовут. Нам же олигархи сказали. Вы что хотите, чтобы мы с олигархами ссулились? Так что, когда законопроект правильный, но противоречит интересам олигархии, его нужно поэтому зарезать. Единая Россия не голосует. Она как будто растворяется из зал. Дружный вопль. Михаил Иванович, у нас же Вячеслав Викторович Володин, одно из его главных достижений на посту спикера Госдумы, что депутаты начали реально охотить на заседание. Потому что раньше с дисциплиной были большие проблемы. Нет, это контактируется от того, что депутаты ходят. А может, они еще голосовать будут? Если еще и голосовали, это следующее. И когда же нам этого ждать? Не торопитесь. Ну, слушайте, мы тут страну оздоровить не можем, а вы хотите, чтобы единую Россию кто-то оздоровил. Слишком большие претензии, по-моему. Речь идет о законопроекте, запрещающем мигрантам покупать оружие в течение 10 лет после получения российского гражданства. Под сурдиночку о том, что это нарушает права и свободы, законопроект был отклонен. Ну, понимаете, мы реально имеем проблему, потому что получают массовое гражданство не только для того, чтобы получать льготы и пособия в совершенно гомерических масштабах. Причем до 1 января этого года, как выяснилось, мигранты получали материнский капитал, в том числе на детей, рожденных вне России. Более того, тут были совершенно потрясающие махинации, когда семья приезжала сюда, получала гражданство, получала материнский капитал, возвращалась к себе в Среднюю Азию, меняла одну фамилию, одну букву в своих документах, возвращалась сюда и опять все получала заново. О таких историях, в общем, народ рассказывает. Особенно русские, которые были вынуждены бежать из Средней Азии, хорошо понимают тамошние языки, и хорошо слышат, о чем на улицах, так сказать, разговаривают трудолюбивые соотечественники на самом деле. И при этом, когда я запросил сумму, которая выплачена была мигрантом за детей, которые были рождены вне российского гражданства, мне сказали, что наше министерство такими вещами не занимается. Мы деньги раздаем, но главное, чтобы правильным людям они доставались. А сколько денег, нам неинтересно. Мы только, так сказать, гаражно-российщины, как я понимаю. Но здесь есть еще формальная причина, на самом деле. Дело в том, что мы не делим, как бы на российские законы, не делят мигрантов по странам происхождения и по национальности. То есть, грубо говоря, русские из Таджикистана, которые по-русски говорят, «Улучши нас с вами», а другое дело, что они оттуда уже все убежали. Но формально он тоже попадает под эту норму. И русский с Украины, который приехал, который ко всем этим среднеазиатским и закавказским заморочкам никакого отношения не имеет, он тоже под это дело попадает. Но я думаю, что здесь можно было бы найти способ, чтобы человек русской культуры из дальнего зарубежья, который возвращается в страну, сын иммигрантов, например, чтобы он не попадал под эти ограничительные нормы. Потому что мы все понимаем, что реальные проблемы исходят от тех, кого завозят отечалые бюрократии. По принципу, чем хуже знание русского языка, тем быстрее получают гражданство. Бюрократия и олигархия в связке. Бюрократия и олигархия, да. Одним нужна коррупция, другим нужны дешевые первые пять минут рабочие руки. Но в целом, на самом деле, это страшно. И люди же помнят, как их изгоняли из Средней Азии пинками под зад. Как они оттуда были вынуждены бежать, бросив все. Вот. И эти люди, в общем, слышат те же самые разговоры, которые они слышали на улицах Душанбея и Ташкента, они слышат теперь на улицах Москва-Бада. Я стараюсь следить вообще за тем, что в соцсетях происходит. И с ужасом я наблюдаю, как все больше YouTube шортсы мне рекомендует. А посмотрите, какие доблестные пацанята сражались против российских войск в Чеченскую войну. В первую, вторую. Там вот молодой ингуш рассказывает. У меня здесь брата убили, как хорошо, что мы сегодня застрелили многих русских. Вот в таком формате ролики, архивные вот эти съемки. И это прямо продвигается, это распространяется. Видимо, что-то такое готовится снова. Конечно, конечно. Наши партнеры на Западе и наши, так сказать, коллеги среди этнических диаспор, как я понимаю, собираются сделать в России то же самое, что они сделали в Средней Азии и в Закавказе провести этническую чистку. Насколько я понимаю, в общем, дело идет к этому. Насколько я могу судить. И поскольку YouTube контролируется нашими врагами, а Adichal и имитаторы не способны сделать ничего. Мы видим, что они не способны даже скопировать YouTube. Они не способны даже скопировать YouTube. Соответственно, они не могут YouTube закрыть. Потому что иначе будет как Instagram, когда аудитория сократилась в два раза. Михаил Игоревич, вот как блогер я могу сказать, что есть две штуки. Есть YouTube, есть TikTok. Вот TikTok, он более прорывной, чем YouTube. И он быстрее захватывает аудиторию. И для нашей системы у TikTok есть потрясающее преимущество. Он с блогерами деньгами не делится. YouTube основан на том, что он блогерам платит. TikTok почти не платит. Считайте, не платит. Но даже TikTok скопировать не могут. TikTok – это очень эффективная система рекламы. Очень эффективная. То есть для того, чтобы заработать деньги на YouTube, как я понимаю ситуацию, или там в Instagram, вы должны забесплатно продвинуться в TikTok, ничего не получали за это. Но вы там продвигаетесь, и после этого из TikTok аудитория может к вам перейти. В Instagram будут покупать ваши товары, в YouTube будет возникать монетизация. У нас в России она отрублена, но, как я понимаю, многие блогеры научились работать через Среднюю Азию, через другие замечательные места и так далее. Но они, понимаете, нет, на самом деле это еще смешнее. Они способны поставить задачу скопировать YouTube. Дальше они поняли, понимаете, это потрясающе, они поняли, что YouTube – это не просто видеохостинг. YouTube продвигает основную массу не террористических роликов, а основную массу роликов, ориентируясь на потребности человека. Потребности человека человек рассказывает YouTube, пользуясь поисковиком Google. У нас есть две возможности колоссальные, аналогичные. У нас даже три. У нас, с одной стороны, есть Яндекс, который является более качественным поисковиком, ну, раньше был более качественным поисковиком, чем Google. Сейчас не знаю. В одних вопросах он лучше, в других вопросах он хуже. Он сильно, так сказать, просел, по моим ощущениям, пользователя. Но он все равно есть. То есть можно повесить на него. Но Яндекс.Дзен настолько перегружена рекламой, что, в общем, вызывает ужас. И при этом там смешаны тексты и видео. То есть это все равно не видео, хостинг в чистом виде. Есть ВКонтакте, которым мы рассказываем сами все через свои социальные профили. И можно сделать аналог YouTube на ВКонтакте. Там что-то делается. Но, простите, это, опять-таки, примерно, по моим ощущениям, это пока ни о чем. Несмотря на все разговоры, всю рекламу и так далее. А есть Одноклассники, где тоже огромное количество людей, правда, чуть постарше. И он менее продвигаемый, чем ВКонтакте. А там тоже очень много людей. И там можно сделать все, что угодно, но не делают. А вот, ну, можно поставить ролик вместо текста, и все. Но совершенно потрясающе, что задачу по ТикТоку никто даже не осознает. Потому что YouTube типа это враг, а ТикТок типа это Китай. Как же мы будем против Китая выступать? Нам за это пальцем погородят, и нам будет плохо. Мы не смеем. Я, кстати, ну, как бы, я не знаю, в администрации президента, в Газпром-медиа и так далее, почему даже не пытаются эту тему продвинуть? Газпром-медиа вы вообще не трогаете? Михаил, я даже... Я по нему сделал в YouTube. Пока мы эту штуку, как бы, обсуждаем, я просто хочу напомнить, и пойти уже дальше к более существенным вопросам, но ТикТок, на самом деле, он не один, их два. Есть ТикТок, чисто китайский, для китайцев. Нет, это не все, что есть у китайцев. А есть все остальное. Есть Киток. И почему, если уж нам нельзя пользоваться из-за санкций всего остального ТикТоком, почему бы нам не купить, чтобы нам сделали отдельные сервера российского ТикТока? Я думаю, в принципе, это вообще, ну, как бы, не космический спутник запустить. Ну, это, да, никто даже не пытается. Что у нас там с космическими спутниками? Не напомните. Я же говорю, купить серверы готовые. Это не в космос запустить. Вы знаете, если вы будете покупать серверы, то вам достаточно сложно будет при этом распорядить деньги. Извините. Да. Что касается Газпромедии, то, по-моему, это Рутюб. Я могу ошибаться? Рутюб – это фантастика. То есть это исходно мёртвые мыши Родины. То есть, как я понимаю, это движок, который к развитию не способен, поэтому его просто нужно переписывать заново. Поэтому они решают проблему путём прямой рекламы. Значит, сначала они в течение пары лет... Я просто грузил туда свои ролики, и они в течение пары лет методично меня банят. То есть тот ролик, патриотический ролик, что Россия – это хорошо, у Запада есть трудности, и Запад – наш враг. Ютьюбу – это фиолетово. Рутюб методично находит ролики патриотические и методично их истребляет. С формулировкой «Ваш ролик противоречит нашей редакционной политике». Ну, в конце концов, я забил, просто перестал с ними связываться, потому что какой смысл? Там нельзя было даже посмотреть количество просмотров, моего собственного ролика. Значит, дальше они осуществили какую-то революцию у себя внутри. Значит, ещё там нельзя платить налоги по-честному, на рутюб. Это система, которая ориентирована на уклонение от налогообложений. То есть вы не можете зарегистрироваться как физлицо и просто платить 13% государству. Нет. Нет, а это-то самозанятые. Вы или ИПА и платите в два раза меньше, или вы самозанятые и платите 4,5%. Нет. Я должен сказать, что я туда полгода назад подал заявку на монетизацию. Она заглючила и висит. Я общаюсь с техподдержкой, но я как бы не особо-то это рассчитываю. Я подал, значит, после того, как они меня к себе пригласили. Я говорю, ребята, вы дебилы? Что, я за 40 ваших несчастных просмотров на ролик буду что-то делать? Нет, нет, мы сами будем брать ваши ролики с Ютьюба, если вы не возражаете. Берите вашу проблему. Вот. У меня, правда, острое желание просто снести свой аккаунт на рутюбе, чтобы его там не было. Потому что законченный дебил. В общем, эффективные менеджеры очень эффективные. Это вы неправильно произносите слова. Рутский язык, он ценен тем, что нужно правильно называть явлением. Не эффективный менеджер, а фиективный менеджер. Звучит практически так же, а смысл значительно ближе к реальному содержанию. В общем, эти фиктивные менеджеры, сейчас мои ролики из Ютьюба, в том числе ими самими же и забанены, в автоматическом режиме прикладывают к себе на рутюбе. Я говорю, ладно, у меня 40 просмотров под роликом, 90 просмотров под роликом. Ладно, в конце концов, это же может принести какие-то деньги. Но я не могу создать индивидуальное предприятие в силу своих объективных обстоятельств. Я обращаюсь к друзьям. Ребят, у вас там есть анношка, давайте. Буду вас поддерживать, как некоммерческую организацию. Они, значит, дают мне данные этой анношке. Я ее, значит, когда я ее учреждал в доисторические времена. Я, значит, вставляю эту анношку в заявку монетизацию. После чего мне приходит список требований, которые должен представить этому ютьюбу. Отчет о все бухгалтерские документы. Отчет такой, отчет сякой. Чуть не отпечатки пальцев. То есть, я должен потратить дня два, чтобы, значит, это все оформить. Ну, понимаете, когда люди дебилы, это не лечится. Окей, я не могу это говорить. Я не медик. Когда люди производят устойчивое впечатление дебилов, взаимодействовать с ними не надо. Пообсудили мы свои блогерские, не блогерские вопросы. Нет, а про TikTok это хорошо. Потому что TikTok, я говорю, TikTok забанен на TikTok трижды. А он сейчас у нас через VPN-ку доступен или напрямую? Через VPN-ку доступен, да. Ну да, наверное, надо будет возвращаться в TikTok, я думаю. Надо, надо, надо. TikTok активно работает в любом случае. У меня есть знакомый депутат, у которого там 5 миллионов просмотров. Особенно, да, но он, да. Быть депутатом и раскручиваться в политических вопросах довольно легко. Без запрещенного в России TikTok нереально, я понимаю. Вообще, правда. На самом деле, если мы хотим достучаться до молодежной аудитории, особенно до аудитории релакантов, которые все-таки, надеемся, вернутся в Россию, потому что молодежь здесь нужна. А ты здесь нужна кому, простите? Мне нужна, Михаил Григорьевич. Вам, я думаю, нужна. Поэтому мы должны от них достучаться. Поэтому в TikTok работать надо. А дичалом имитатором она здесь строго противопоказана. Возвращаемся, Михаил Григорьевич. Правительство вводит временный запрет на экспорт бензина с 1 марта на полгода. То есть на всю посевную и уборочную. Более того, власть увеличит норматив продаж дизеля на бирже до 16%. Уже поднимается вой в телеграммах. Что будет дефицит, что будут проблемы. На самом деле, к чему это может привести? Это классическое либеральное вранье. Если я ограничиваю вывоз товара, у меня не может быть дефицит. У меня может быть затоваривание. У нас там на экспорт направляется очень существенная часть бензина. Давайте разделим. Есть содержательная и правильная часть. Увеличение обязательных поставок на биржу дизлитров. Это мера правильная. Потому что, на самом деле, уборочная и посевная. Хотя я не очень понимаю, какая будет уборочная после 1 сентября. Вернее, до 1 сентября. Она будет, как я понимаю, после 1 сентября. Но тем не менее. Но я имею в виду, что они могут закупить, а уже потом использовать. Да, но это не про бензин. Сельхозработы весенние и осенние – это не про бензин. Это про дистоплива. Из дистоплива государство все поступает правильно, рыночно и спокойно. Мы увеличиваем долю обязательных продаж на биржу. Тем самым мы снижаем возможности финансовых спекулянтов. Мы не увеличиваем долю продукции, которую производители дистоплива куда-то кому-то отдают. Нет. Потому что я продал на бирже, я могу тоже и выкупить. Это мне стоит копеек на комиссию биржи. Просто увеличение объемов рынка повышает его устойчивость. Потому что если раньше, чтобы не завалить рынок, нужно было слово «спекулятивная атака» в размере 100 рублей, сейчас уже понадобится 120 рублей условно. Вот. А то есть это удорожание спекуляции. И, в общем, это вещь совершенно правильная и абсолютно рыночная. А вот с запретом экспорта сложнее. Я просто напоминаю, что в прошлый раз Российская Федерация запрещала экспорт зерна в 2010 году в связи с плохим урожаем, засухой, когда вот все горело. Когда выяснилось, что Россия уничтожила лесоохрану, поэтому все горит. И был плохой урожай. Результатом этого стала арабская весна. Потому что уровень жизни в арабских странах, ориентированных на зерно, получился сильный. Вот да, конечно, сыграл Запад, сыграли социальные сети и так далее. Но исходным фактором было падение уровня жизни. Довольно болезненно, скажем, для того же Египта. Я думаю, что с бензином все проще. В арабских странах мы, наверное, бензин не экспортируем. И эта мера направлена просто на спасение рынка. В чистом виде. Потому что, судя по всему, с бензином таких возможностей стабилизации цен, как с дистопливом, нет. Там, наверное, выше доля поставок на биржу, на организованные торги. И здесь, в чистом виде, работают последствия налогового маневра. Когда в 2018 году в рамках закрепления экономического колониализма российские власти, тогда под предварительством Медведева, правительства Медведева, они освободили налогообложение экспорт сырья и всю налоговую нагрузку еще слегка перенесли на производство нефтепродуктов внутри страны. Для того, чтобы затруднить переработку нефти в стране, чтобы затруднить производство России добавленной стоимости, чтобы создать предпосылки для того, чтобы через некоторое время мы, в Рокфанг, свою нефтепереработку, продавали нефть и закупали в других странах нефтепродукты, отдавая им, экономическим метрополиям, отдавая им добавленную стоимость. Как когда-то делал Иран. В давние времена, в нулевые годы. Это чудовищно. Это чудовищно реализуется до сих пор. Она сделала всю нефтепереработку убыточной. Сейчас государство датирует эту нефтепереработку. Конкретно в 2024 году более 3 триллионов рублей направляется на датирование того, что является центром прибыли в любой нормальной экономике. Но побочным следствием этого является безумная доля налогов до 70% в цене бензина. Когда мы говорим о монополиях, о спекуляциях, о произволе монополий, это не процент бензина, потому что в цене бензина 70% от 60 на 70% это налоги и обязательные платежи. В результате этого безумного налогового маневра. И когда прошлый топливный кризис был организован Министерством финансов элементарно, они просто в два раза сократили дотации нефтепереработки. Ну, взяли и сократили в два раза. Как Гайдар в 92-м году взял и в три раза сократил финансирование военно-промышленного комплекса. Угробив, в общем, угробив самое высокотехнологичное производство. То же самое сейчас делает последующий господина Гайдара, но не в отношении ВПК, там от него мало что осталось уже, а в отношении последней переработки, которая у нас еще осталась. Осенний топливный кризис был вызван именно этим. А сейчас они избрали другую стратегию. Они сказали, что мы соберем больше налогов в 24-м году за счет того, что мы повысим цену нефти, которая используется для определения, для расчета налогов внутри страны. Но когда вы повышаете расчетный какой-то показатель для повышения цены налогов, вы тем самым повышаете налоги. Когда вы повышаете налоги, доли которых в цене бензина почти 70%, то вы тем самым повышаете цену на бензин. То есть повышение цены на бензин обеспечено политикой Министерства финансов. Естественно, чтобы понимать то, что я вам рассказал, нужно хотя бы окончить 8 классов в средней школе советской. Ну или быть кандидатом наук в современные системы образования. У меня такое ощущение, что это примерно одинаковый уровень. По крайней мере, кандидатом экономических наук. Соответственно, в правительстве это слишком сложно для понимания. Поэтому они думают, что цена бензина определяется спросом и предложением, а не произволом Министерства финансов в той антирынычной системе, которую построил господин Медведев. Соответственно, значит, нужно повысить предложение на внутреннем рынке. Как повысить предложение на внутреннем рынке, не увеличивая производство бензина? Элементарно. Нужно запретить его экспорт. Вот вам совершенно разумный мир. В краткосрочном плане, кстати, это совершенно разумно. Это правильно. Это позволяет нам избежать скачка цен перед президентскими выборами. И позволяет дать новому правительству относительно нормальные условия первых месяцев работы. Ну а дальше, извините, придется исправлять. То есть, осенью бензин опять может скакануть? Ну, скажем так, он вряд ли скаканет до осени. Обнадеживаю. Хотя, по ползновению к росту цен, вот сейчас в феврале как раз были, в январе и феврале, и это мера, это реакция на эти шевеления на рынке нефтепродуктов. Обсуждают, что у нас с 1 июля истекает срок действия самых популярных ипотек. Льготные 8%, семейные 6%. Айти ипотека тоже должна закончиться в конце года. Михаил Георгиевич, Антон Гермич Силуанов, министерство финансов, которое мы уже упоминали, прямо говорит, что слишком много мы раздаем льготных ипотек. Доля льготных ипотек должна составлять всего 25% максимум, а сейчас 90% ипотек это льготные. Чего мы уже помогаем людям покупать жилье? Как вы думаете, к чему эта политика приведет и что за ней стоит? Будет рост цен на недвижимость, падение цен на недвижимость. Давайте по порядку. Ипотека не является, чтобы там про себя не думали ипотечники вроде меня, ипотека не является способом решения жилищной проблемы. Михаил Георгиевич, на сколько лет у вас ипотека? На 19. Ну, на 30 лет мне не дали всего возраста. Но вот в 74 года я прекрасно... Ваше здоровье, Михаил Георгиевич. Банкиры пьют за ваше здоровье каждый день. Конечно, конечно, конечно. Правда, у них горькое вино, а потому что я успел взять ипотеку до того, как госпожа Набирина повысила процентную ставку. Это все потому, что вы депутат и не знали заранее. Нет, ничего я не знал заранее, но это было очевидно. Ну, я шучу, Михаил Георгиевич. Ну, конечно. Шевеление на рынке недвижимости в июле месяце... Рынок все ощущал. Если он не знал, то он ощущал. Шевеление на рынке недвижимости были совершенно однозначны. Я бы к Кабалу полез бы сильно позже, но я понимал, что сейчас лавочка закроется. Значит, это не про поддержку людей. Это про сверхприбыли строительного комплекса и про сверхприбыли банковской системы. Потому что это про разгон цен на рынке недвижимости. Когда в условиях произвола монополий мы увеличиваем спрос, мы не расширяем предложение, мы увеличиваем цену. Ну, по крайней мере, мы сначала увеличиваем цену, а потом уже расширяем предложение. Второе. Ипотека в условиях абсолютной нестабильности это крайне неприемлемый риск. У нас не случайно огромная часть ипотеки выплачивается досрочно. Это не только потому, что конские проценты. Это потому, что люди понимают, что в условиях абсолютной неопределенности они не знают, что будет завтра. И представить себе, что они будут сохранять приемлемые доходы через 20 лет, они себе не могут. Поэтому человек покупает квартиру, делает все, чтобы расплатиться с ипотекой. Я много раз встречал ситуации, когда люди сами своими силами делали ремонт. И на самом деле вот это делают все. Это же очень конкретно ощутимые вещи. Люди надрывают здоровье, зарабатывают всякие депрессии. Люди разрушают себе здоровье. Люди лишают себя возможности иметь детей. В том числе не только потому, что они покупают студию в 20 квадратов, но и потому, что они разрушают свое здоровье при напряжении и так далее. Это государственная политика по решению демографической проблемы. Гетлер решал еврейский вопрос. Сейчас решается, как я понимаю, русский вопрос. Достаточно эффективно. Значит, господин Силуанов сказал, что сейчас доля составляет 90% льготной ипотеки. В третьем квартале прошлого года, помнится, она составляла чуть более 60%. В переводе на русский язык госпожа Набиулина задрала проценты так, что брать обычную ипотеку становится нельзя. Здесь возникает противоречие между интересами бюджета и интересами выкариваемого за счет этого бюджета банкстеров и позолоченной РД, строительного комплекса. Потому что, действительно, одно дело, когда у вас ставка Банка России 7%, у вас ипотека 11,9%, но вы выплачиваете разницу между 8% и 11,9%, а вы выплатите 4% из бюджета. Окей. Но когда у вас ипотека становится 19%, вы выплачиваете не 4%, а 11%. У вас почти в три раза вырастает государство. То есть каждый бюджетник эти деньги направляет банкирам и застройщикам. Бюджет за каждого льготного ипотечника платит сначала застройщикам, а потом банкстерам все годы, что он платит свои пониженные проценты. Понятно, что, ну, понимаете, конечно, в бюджете есть колоссальная заначка, но в бюджете запланировано, что на этот год мы направим на поддержку ипотеки столько-то денег. И когда выясняется, что этих денег нужно в три раза больше, возникает детский вопрос. А, блин, может как-то подсократить это различие? Ведь госпожа Набиурна занимается системным последовательным разрушением федерального бюджета. Нам Банк России вполне официально заявил, что, ребята, то, что у вас ваш бюджет сверстан из 2,3% – это ваши проблемы и ваши галлюцинации. Мы считаем, что экономический рост будет 1,5%, а не 2,3%. Если экономический рост будет быстрее 1,5%, мы будем считать, что это неприемлемый перегрев экономики. Хи-хи, это в два раза меньше статистической погрешности. И, соответственно, будем экономический рост тормозить. Переводить на русский язык. Банк России говорит правительству. Мы не позволим вам выполнить ваш бюджет. И Банк России говорит, Единая Россия, которая в Сиде в Думе. Мы не позволим вам выполнить ваши законы. Потому что бюджет оформляется законом. И президент, он говорит, это же самое. А что ничего, кроме Божья, какая умная и прекрасная Набиурна, он в ответ не слышит. И сейчас Банк России сказал, ребята, вы думаете, что это сможете развивать в стране хотя бы застройщиков и хотя бы банковскую систему? Не будет этого. Мы закрываем вашу лавочку. Вашу лавочку закрываем. Хотите платить в три раза больше? Посмотрим, насколько вас хватит. Хи-хи. Это официальная позиция Банка России. Причем и девальвация была абсолютно рукотворная, прикрываясь которой не задрали эту процентную ставку. И сейчас процентная ставка абсолютно разрушает экономику. А что будет происходить? Застройщики будут вынуждены снизить цены? Застройщики не будут снижать цены. Это монополизм. Они уже, дворцы в Дубаях, если не на Лазурном берегу, уже заложили стоимость каждого квадратного метра. Застройщики не будут снижать. Это монопольный рынок. Это монополизированный рынок. А сколько он монополизированный, видно, насколько некачественная первичка дороже качественной вторички. Но, грубо говоря, есть брежневские дома, которые стояли, стоять и будут стоять всегда. Кирпичные. Есть монолиты Лужковской эпохи, которые стояли, стоят и будут стоять всегда. Есть нынешние, условно говоря, пики, самолеты и же с ним. Когда люди вселяются, дальше у них начинает истерика, потому что у них, так сказать, рушится все. То есть, если не дом рушится, а все, что можно, сделано плохо, все сделано плохо. У меня, значит, есть строитель, он развлекается. Он загадал, что, значит, если он найдет, ну, он такой строитель, который консультирует ремонт, контролирует ремонт. Если я даду хотя бы одну квартиру в новостройке, построенную вот в собянинские времена, с прямыми углами, в комнате, то я тебе, Маша, покупаю новую машину, причем хорошую машину. Я говорю, слушайте, я думаю, у вас точно все так хорошо с деньгами, прям, да? Дайте, с деньгами у меня все плохо, но я точно знаю, что я не найду ни одного прямого угла в этих настройках. Вот. То есть, дело доходит до этого, до неспособности выдержать угол в 90 градусов. Что уж там говорить о более сложных вещах. Да, ну, как бы мне эти жалобы сыпятся, обращения москвичей, эти бесконечные прорывы, эти бесконечные затопления, эти бесконечные трубы канализационные, которые текут поверху, а не внутри, потому что, значит, они там прошиты саморезами насквозь, и так далее. Это все бесконечная история. А я уже про лифтовое хозяйство, я вообще тактично умалчиваю. Когда там хороший, хороший кардиотренинг, подняться на 50 этаж без лифта. Согласитесь, прекрасный кардиотренинг, если вы физически на это способны. Вот. Так что не будут они снижать цены. Не будут они снижать цены. Поднимись на свой, хотя бы, поднимись пешком на свой 20 этаж. Да. Значит, сделай своими руками ремонт. Это все после двух-трех работ. И потом не забудь, значит, сделать ребенка. И потом его воспитать. Причем я внимательно слежу за политикой наших банков. Они ввели безумно жесткие ограничения на выдачу ипотеки. В некоторых случаях даже льготные. Ввели эти безумные ограничения не после того, как Наберона повысила процентные ставки, а после коммунальной катастрофы, которая у нас по всей стране прошла этой зимой. Под Новый год. Значит, что они увидели? Что увидели банки? Что они видят? Одичалый имитатор, который нами управляет. Ну, что видят банки? Они видят поля человеников, посаженных на старую инфраструктуру. Грубо говоря, стояло 50 хрущевок. Вместо 50 хрущевок по 5 этажей поставили 25 человеников по 50 этажей. Канализация не изменилась. Я понимаю, что, наверное, электропроводку кинули. Понятно, что никто не заморачивался о том, можно ли будет туда подъехать, можно ли оттуда уехать. Это будет следующая проблема. Иногда в таких местах ставят станции метро. Но понятно, что они не решат проблемы, даже с московским метром. Но большинство не думает про канализацию. И банкстеры понимают, что если сейчас эти поля человеников заселят людям, ипотечникам, то эти люди начнут пользоваться водой. Дальше коммунальная система выйдет из строя, потому что она а, старая, б, рассчитана на кратно меньшее количество людей. Михаил Игоревич, вы хотите сказать, что то, что у нас недвижимость не распроданная, это такой план, потому что если ее продать будет шенгизм? Это стихийная реакция банкиров, которые перестают выдавать кредиты не только потому, что они понимают, что ипотечники не расплатятся. И это будет людям. Боже, это фантастика. А потому что до того, как ипотечники через 10 не расплатятся, это тогда все улетит. До этого они какое-то время будут платить. Но когда они начнут заселять новые человеники, если эти человеники стоят на старой инфраструктуре, эта инфраструктура выйдет из строя, жить там станет нельзя, люди оттуда куда-то как-то денутся, и они точно не будут платить ипотеку, потому что за что ее платить? И банк окажется в убытке. И это, на мой взгляд, это моя гипотеза, это является самостоятельным фактором ограничения ипотеки уже не правительством, уже не Силуановым, уже не Набиулиной, а банками, которые видят не только то, что ипотечники не смогут расплатиться, но это будет потом, это будет не сегодня. Сейчас люди берут кредит потребительский на первоначальный взнос ипотеку. Понятно, что у них с мозгами. У нас тут с Собянинка продается 8,5 квадратных метров полноценная квартира. Решается демографическую проблему. Подождите, это не апартаменты? Знаете, может быть, это апартаменты, я не знаю, но это жилое помещение. Апартаменты формально не жилое помещение, но в них люди живут на самом порядке. Я все вспоминаю идею покойного Лимонова, который говорил, что молодежь, если вы хотите жить по-человечески, езжайте в лес и выкопайте себе землянку. Ну, вы знаете, те землянки, которые я видел, а я их видел много и в разных местах, ну, естественно, они были выкопаны не для того, чтобы в них жить, а чтобы что-то делать, там не было ни одной землянки площадью 8,5 квадратных. Они все были ощутимо больше. Они все были ощутимо больше. Лимонов актуален. Лимонов все более актуален, с каждым днем все более актуален. Хорошо, Михаил Ильич, продолжаем эту тему. Вопрос от подписчиков. Когда Госдума поднимет пособие по уходу за детьми-инвалидами, даже пенсию индексирует, а пособие с 2017 года ни разу не поднималось, ниже проживочного минимума 11500 оставлено. Ну, пишите своими депутатам от Единой России. Может быть, что-то шевельнется. Потому что была вечная история, что те люди, которые ухаживают за инвалидами первой группы, получали пособие 1200 рублей, которое нигде никогда не индексировалось. И при этом им было запрещено иметь другие источники дохода. Закон запрещен. Абсолютно людоедство направлено просто на убийство людей. И это долгие годы это все сжевалось, это все говорили, в конце концов что-то сдвинулось, и закон вроде бы приняли, вроде бы мы приняли этот закон, но, по-моему, еще до третьего чтения, по-моему, не дошел. Потому что мне по-прежнему продолжают писать про эти темы. А про эти пособия, ну, что я могу сказать? Все мои попытки ввести индексацию штрафов и пособий, они разбивались в фундаментальную позицию Единой России, что мы, ну, на самом деле такой бюрократический бюрократический подход, что если ввести закон, который сам себя меняет по ходу дела, то, значит, мы не сможем завтра интерпортовать вот какие мы хорошие, мы в очередной раз повысили пособие. Вот и все. Люди, которых не интересует реальность, которых интересует красивый отчет. Хорошо, еще один вопрос. Вы знаете, на самом деле это не такой плохой случай, потому что многих не интересует даже красивый отчет. Очень маленький. И когда людей начинаешь соблазнять, вот, ребят, смотрите, вы могли бы так хорошо, так красиво отчитаться, типа, а зачем? Меня и так переизберут, мне и так все хорошо. Преподаватели готовят петицию на имя главы Минпросвещения Кравцова, так как ведомство хочет убрать общество знаний и школьные программы с 6-го, 8-го классов. Сейчас общество знания преподается в 6-м, 11-м классах. За счет изменений ведомство предлагает увеличить в школьной программе количество уроков истории с 340 до 476 часов. Только история, только хардкор. Михаил Геннадьевич, как вы думаете, Вы знаете, это производит впечатление какой-то глупости, вот, на меня лично. А что там про общество знания будут рассказывать шестикласснику, я не понимаю. Ну, правда. У меня общество знания было в 9-м, в 10-м классах. Что такое общество знания в нормах советской школы? Это объяснение того, как ты юридически взаимодействуешь с обществом и государством. Какие у тебя права, какие у тебя обязанности? Откуда они берутся? Нам очень четко объясняют, что если ты не исполняешь свои обязанности перед обществом, то у тебя права, на которые ты можешь претендовать, минимально, не сдохнуть с голову. Все. Сейчас и этого права у граждан России нет. Вот. Как зовут, как устроено наше государство? А почему партии, руководство партии закрепляет специальной статьей Конституции? Чем генеральный секретарь ЦК КПСС отличается от председателя Президиума Верховного Совета, даже когда это одно и то же лицо? То есть, это вещи, с одной стороны, довольно сложные, с другой стороны, жизни шести семиклассников, с какого перепоя это преподавать в шестом, седьмом, восьмом и сейчас девятом классов, потому что это как бы сейчас средняя школа, сейчас десятый, одиннадцатый класс, старшая школа. Я правда не понимаю, наверное, педагоги про это что-то могут объяснить. Мне как родители это не очень понятно. Зачем это нужно? То, чтобы дети думали, что у них есть какие-то избыточные права, это неправильно вообще в принципе. С другой стороны, зачем накачивать историю? История – это необходимый предмет. Всегда говорю, что в школе есть два главных предмета. Начальная военная подготовка учит, как стрелять. История в кого? Но безумное раздувание истории тоже, в общем, не панацея, потому что, ну, у нас историю очень часто преподают люди, которые ненавидят свою страну, насколько я могу судить, как мне родители пишут. И рассказ о том, как славному мочилю русских некоторых национальных республиков тоже в эту категорию будут входить. Мы это понимаем прямо сейчас. Так что это вопрос спорный во всех смыслах. Я бы предпочитал, чтобы больше изучали математику, больше изучали физику, химию, чтобы вернули астрономию. У нас же сейчас астрономию, как я понимаю, убрали из школы. Да и биологию, по-моему, убрали из школы, что является бредом и безумным. Как биологию? Биологию не убрали? Биологию не убрали еще. Да нет. Ну, значит, ограничилась астрономия. Ну, понятно, зачем рассказывать людям, что вроде Земля вращается вокруг Солнца? Они же тогда будут смотреть на модель Солнечной системы и спрашивать, а где здесь Бог живет? Знаешь, неправильно. Теологи же не способны ответить на этот вопрос, по крайней мере, современные, которые занимаются разрушением целостности нашего общества при помощи преподавания закона Божия, разделенного по конфессиям. Вот. Поэтому здесь все странно. и самое странное это то, что педагоги собираются писать петицию в Министерство просвещения. То есть, понимаете, педагоги находятся на таком уровне развития, что они всерьез думают, что в Министерстве просвещения работают люди, которые умеют читать. Ну, вот кем нужно быть, чтобы всерьез думать, что министр просвещения и там его замы, они как бы способны читать и понимать прочитанное? Ну, я не понимаю этой логики, ну, правда. Какие-то романтики, каких-то романтиков набрали в качестве учителей в школе, оторванных от реальности. Вообще реальность невоспринимающая. Их же превратили в писарей. Их, за исключением Москвы, еще там нескольких мест держат нищими. Их держат абсолютно бесправными перед любыми сумасшедшими мамашами. детей загоняют в цифровые платформы, где им порнографию показывают на государственном уровне. Просто порнографию. Это значит доступ сейчас знакомств и так далее. И, блин, эти самые педагоги думают, что они что-то логичное, что-то связанное напишут. Это что-то осмысленное. Кто-то в Минпросе будет читать? Что они куют в этих школах? Ну, вот смотрите, Михаил Иванович, пока вы рассказывали, я открыл оглавление учебника за седьмой класс по обществознанию. Социальные нормы и правила общественной жизни, общественные ценности, моральный устой общества, категории морали, нравственный закон внутри нас, право как регулятор общественных отношений, право отношений их участия. Это седьмой, седьмой. Это 14-леткам это собираются рассказывать. Или 13-леткам? Конечно. Они уже вовсю у нас поджигают релейные шкафы, вступают в половые связи, нарушают разные нормы общественного поведения. Ну, может быть. Может быть, в седьмом классе, да, может быть. Но здесь все достаточно просто, все объясняется на уровне, что такое хулиганка и чего нельзя. Вот это во-первых. Во-вторых, в этом возрасте, переходном, когда бунтуют гормоны, но в более старшем возрасте что-то объяснить можно. Вот я себя помню в шестом, седьмом классах мне что-то кто-то объяснял. Я, правда, диверсиями не занимался, но дрались мы нормально и вывести, так сказать, одноклассником стекло на лестничной клетке был совершенно нормально. И на уровне это нельзя, это хулиганка, ну, как бы это понятно, а все остальное уже слишком сложно. Что касается здравственного закона внутри нас, прости господи, это решается на уроках литературы, русской и советской. А патриотизм решается на уроках истории, общественных норм решается на уроках истории. Поэтому это, знаете, бессмысленно рассказывать людям про мораль. Мораль закладывается из-под воли. Через общественно значимые примеры, через разборы, что вы чувствуете, правильно ли поступил герой данного произведения, что бы вы сделали на его месте и так далее. Мораль закладывается так. Рассказывать «Ребята, не поджигайте шкафы на железных дорогах релейные, потому что вас за это посадят». Нормальные тринадцатилетие думают «Отлично, блин, меня не посадят. Я умный, крутой и хитрый. Я всем сейчас покажу, какой умный, крутой и хитрый». Все. Простите. И если детям рассказывают там бедную Лизу Кармзина, да, кстати, про внебрачную половую связь, которая кончилась смертью девушки, при том, что это восемнадцатый век, вы знаете, это лучшее предохранение от нежелательных беременностей, чем с одной стороны урок пользования презервативом, с другой стороны рассказы про мораль, которые разрушаются жизнью на каждом шагу. Спасибо, Михаил Геннадьевич, спасибо. Я не говорю, что не нужно учить обществоведение в шестом классе, я этого не говорю. Я говорю, что я в этом некомпетентен, я этого не понимаю. Ну, я мог бы вам дать развернутый ответ, но это целая лекция. Вы говорите о том, что система просвещения должна развивать ребенка, учить его мыслить. ребенок должен читать, у ребенка должны быть родители. Я говорю, даже более простую вещь. Я говорю, что педагоги, которые учат детей в конечном итоге, как жить в этом мире, педагоги должны быть адекватными и вменяемыми людьми. Михаил Геннадьевич, педагоги обществознания, которые именно об этом и рассказывают. Про законы, про Госдуму, Совет Федерации, Конституции. Они не понимают, смысла того, чему они учат детей. Если они это будут понимать, они не будут писать петиции господину Кравцову. На деревне дедушки можно. На деревне дедушки Константину Макарычу может и дойдет в наш век цифровизация. Господину Кравцову. Мы же видим его политику образовательную. Мы же видим, как Пушкина выкидывают из ЕГЭ. А ВАГ для девятого класса достаточно изучить Пушкина, а к ЕГЭ уже можно ничего про Пушкина не помнить. Солженицына главное изучайте, и все будет у вас хорошо. Когда у нас включили вообще про пропаганду ЛГБТ-ценности, современные рассказы, кавказский пленник, некоего Маканина, включили в обязательное чтение для детей про ЛГБТ-ценности. Потом, правда, спохватились и якобы убрали. Якобы убрали, но на самом деле висит по-прежнему. Михаил Григорьевич, тут переживать не стоит, дети все равно ничего читать не будут. Это не та система. Понимаете, дети будут читать дайджест, дети будут читать изложения, дети будут рассказывать до Богу, что когда житель, когда террорист насилует русского пленника, то это хорошо. Это правильно. Это доставляет радость и удовольствие. Какое уродство. Это называется любовью. На самом деле. Вот именно это. А в некоторых республиках это будут воспринимать как руководство к действиям. Как правильно поступать с этими русскими. Да. Потом мы удивляемся тому, что у нас на улицах происходит. когда люди уверены в своей непосудности, потому что дядя Турак порешал. Уже давно из-за всех. Они творят черти что. Кто мы удивляемся? Ой, откуда эти звери берутся? В том числе из программ подготовленных господами. Да, когда мне попадаются эти видео из 90-х годов, чеченские войны. А видео из 2020-х годов не попадаются. Михаил Иванович, я имею в виду, что даже эти ребята, они же учились в советских школах, которым в 95-м было 20 лет, они учились в советских школах. Да. Так что это заставляет. Они приходили в свою школу, насиловали там все. Михаил Иванович, последняя тема на сегодня. Идет активное обсуждение разных переговорных форматов. Вот высказывается мнение врагу. Любой ценой необходимо остановить наступление русской армии. Для этого всегда есть испытанное средство, неоднократно работавшее ранее Минск-3, Стамбул-2, Швейцария-1-0. Если предложение разговаривать с марионетками, да еще в таком формате будет принято, то это станет серьезным политическим промахом. У общества вырабатывается аллергия на само словосочетание переговора с Украиной, как вы относитесь вот к этой истории, что у нас готовятся переговорные форматы, Зеленский на Ближний Восток полетел, Саудовская Аравия встречается, где, ну, что вы думаете о ближайшей перспективе хода спецоперации или мирных переговоров? Вы знаете, здесь что-либо прогнозировать просто нельзя. Но предательство Родины как фактор динамики, внутренней динамики и внешней динамики России, тот, кто игнорирует этот фактор, он всегда оказывается в дураках. На мой взгляд. предательство Родины нужно иметь в виду всегда. Конечно. Конечно. Дорогие друзья... Сказали, Минск два, Стамбул один. Все, по-моему, очень просто и очень... Я не говорю, что это было предательство Родины, я этого не утверждаю. Вот. Но мы все это видели, мы все это слышали, мы все слышали все эти разъяснения. Вот. Никаких выводов я отсюда не делал, но представить себе, что люди настолько глупые, я могу. А кто-то, может быть, не может. Дорогие друзья, пишите комментарии, что вы думаете о многих вопросах, которые мы здесь обсудили. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Ни Делягин, подписывайтесь на телеграм-канал Делягин Спешил. Михаил Геннадьевич, до новых встреч. Спасибо, всего доброго. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok